Бодрый, задорный и боевой. На сцене Александр Телепун держится легко и непринужденно. Каждое слово его песни звучит свежо, находит отлик в сердце зрителя. Более восьми лет он руководит творческим коллективом. И надо признать, что дело это нелегкое, ведь коллектив народного ансамбля «Земляки» женский. Коллективу было примерно восемь лет. Раньше было старшее поколение, семьдесят, шестьдесят пять, семьдесят пять. Последние три года коллектив омолодил я от 28 до 40. Все яркие девушки, очень любят песни, музыку. В коллективе с февраля этого года, в коллектив попало буквально сразу. Прекрасная атмосфера, добрые люди, прекрасный песен-репертуар, руководитель. У нас жесткая дисциплина. Занимаемся два раза в неделю по два часа. Репертуар для своего ансамбля Александр подбирает сам. В исполнении коллектива можно услышать как эстрадные лирические и шуточные композиции, так и известные народные. Есть песни и собственного сочинения. Ни один концерт не обходится без премьеры. Сердце пой, полонь трава, в селе, под грушей. Пленительные образы, перед которыми не устоит ни один поэт. А у какого поэта признание обходится без любимой гармошки? Только здесь. Через мою призму, как я вижу это, как я чувствую. И все песни становятся шлягерами. Буквально ни одной не, чтобы люди не восприняли. Прекрасно. Даже есть несколько песен в стиле песняров. Расписано вот «Ой, сивый койн», например, пятиголосно. Есть творческие направления о матери, направления к Дню Победы, о войне. Все стараемся осветить. На концерте прозвучали песни, посвященные 70-летию освобождения Беларуси. В радости и в горе настоящий поэт всегда со своим народом, со своим слушателем. На сцене Александр выступил не только как исполнитель и руководитель ансамбля, но и как ведущий. Человек-оркестр, поразительные энергетики и оптимизма. В этом наколонне убедились зрители дворца, культуры, строители.